Ученые физики в шоке. Вечный магнитный двигатель был изобретен в США изобретателем Деннисом Данциком. С его огромной компанией Inductance Energy. И его творение называлось земной двигатель. И мощность этого магнитного генератора 25 киловатт. И теперь, наконец-то, появились новости и продолжение этой запретной технологии. А вы, друзья, обязательно делитесь этим видео, чтобы никто не смог закрыть подобные технологии. Магнитный двигатель, изобретенный в США. Начало. Всем привет, друзья. С вами Рафаэль Анриэл. И в этом видео вы увидите шокирующие подробности о вечном двигателе, изобретенном в США. В 2023 году дано продолжение магнитному двигателю. И все же они смогли побороть бюрократию и двинуться дальше со своим магнитным земным двигателем. Мощностью 25 киловатт. Чистой и бесплатной энергии. Друзья, обязательно делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей смогло увидеть то, что в мире происходит просто умопомрачительные вещи. Это вам не просто фейки, где снимают индусы. Это серьезные люди и компании, которые занимаются изучением новой физики. Насколько вы знаете, подобные технологии запрещены во многих странах. Потому что если у вас будет магнитный двигатель, то кто же будет покупать нефть и газ? И государства, корпорации не могут допустить этого. И постоянно не дают развивать технологии. Всячески закрывая, сажая и убивая изобретателей. Но этой американской компании все же удалось пробить брешь сквозь невежество. И выпустить вечный двигатель. А также начать серию уроков, в которых анонсирует изобретатель. Где показано, как работает магнитный вечный двигатель. Так как они уже запатентовали всю технологию, буквально вот только что. Сейчас 15 число 7 месяца. И вечный магнитный двигатель будет известен во всем мире. Потому что про него будут рассказывать в школах. Компания Inductance Energy представила магнитный генератор мощностью 25 кВт. Но они поступили очень интересно. И в отличие от всех других изобретателей псевдо-вечных двигателей. Они не продавали генератор. Они продавали лишь установку, которая вырабатывает электроэнергию. За которую приходится платить покупателям. Но сам факт остается фактом, что вот эта компания. Она сделала вечный двигатель. И у нее все получилось. Сейчас мы находимся на Facebook странице этой компании. И последняя дата записи здесь 9 октября 2019 года. Именно здесь была последняя новость, что... Ну как... Последняя новость компании, что они что-то делают. И все подумали, что это все мошенничество. И подобные генераторы не существуют. Но самое интересное, я был подписан на их второй запасной канал. Который у них был указан на сайте Quantum Energy. И у меня было включено оповещение. И буквально 2 часа назад, ночью, я это записываю в 2 часа ночи. Приходит видео о новых разработках по тематике вечных двигателей. США двигается в теме БТГ. Пока другие страны, к сожалению, стагнируют. Давайте же посмотрим, о чем идет речь. И что за такой мистический вечный двигатель. Или бесплатная энергия. Самая интересная, друзья, и шокирующая новость, что будет 16 выпусков про вечный двигатель. Они буквально расскажут, как это работает. И они рассказывают, что они как раз таки получили все патенты. 14 июля, 23 год. Будет на этом канале 16 серий. Вы представляете себе? Они показывают как раз таки то, чего они добились. Те кадры, которые мы не видим. Смотрите. Тот изобретатель, Данса как раз таки. И он стоит уже, видите, немножко изменился за пару лет. И мы вот это все увидим. Я надеюсь, что на этом канале, да еще и с переводом. Посмотрите. Тот самый генератор. И вот другой его вид. Вы посмотрите. Вот такого вы нигде не увидите. Вот она, вечная энергия. Стоят часики, смотрите. Полностью прозрачный генератор. При этом рядом батарея, которая, скорее всего, будет заряжаться. И эта батарея, похоже, конденсаторная. То есть, это не аккумуляторы. То есть, те скептики, которые все вечно сопротивляли, что вечной энергии нету, и этого невозможно сделать, то огромная компания будет выпускать видео. Имеет огромное количество патентов, которые нам еще удастся найти при этом. И будем наблюдать, друзья. Прямо вот такое спонтанное видео. Обязательно поделитесь этим видео, друзья, на свою страничку. Репост обязательно. И будем делать продолжение. Но, блин, просто от таких новостей я даже решил ночью запустить. Вы посмотрите, какие вещи они творят в своей лаборатории. Вот чему нужно стремиться, чтобы построить свой вечный двигатель. И, наконец-то, разрушить монополию нефтяных компаний. Друзья, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в мой телеграм-канал. Там будет полностью оригинал видео с переводом. Также можете комментировать и писать свои идеи. Все, увидимся. До скорых встреч. Пока-пока. Магнитный двигатель, изобретенный в США. Кульминация. Привет, это Деннис Станза, который ведет трансляцию из студии Quantum Manager Studio здесь, в Скоттс-Дейли, штат Аризона. Я рад сообщить, что мы, наконец-то, подали несколько заявок на патенты. Они уже поданы, как говорится, находятся в банке, и мы двигаемся вперед. Так что мы также рады анонсировать эту серию из 16 сегментов, посвященную системе прямого энергоснабжения. И мы собираемся охватить всю систему, начиная с фотонной, с пассивной стороны, с которой многие из вас не знакомы. Которая разрабатывалась в течение многих лет и держалась в секрете на протяжении всего пути через емкость, через кондиционирование, через нашу сеть. Через наше проприетарное программное обеспечение, встроено в фотонный двигатель, где мы динамически усиливаем его с помощью генератора переменного тока или генератора. А затем возвращаем обратно в ту же самую емкостную систему, в батареи или емкости, в любом случае. На самом деле у тебя есть большой выбор вариантов, где ты, владелец системы, можешь производить и потреблять свою собственную энергию. Она распределяется на 100%. Мы надеемся, что тебе понравится эта серия. Многие люди вложили в это много тяжелой работы. Это не отредактированный сериал. Другими словами, мы проведем вас через все это без каких-либо профессиональных правок. Так что если здесь и там есть немного слизи для небольшого путешествия, мы позволяем камере снимать, чтобы мы могли представить идеи, концепции и лабораторные устройства, а также операционные двигатели с честным и искренним образом. Помни, если ты не был здесь на экскурсии в течение года, двух-трех, а некоторые из вас не были здесь уже четыре года, то самое время заказать себе экскурсию. Возвращайся в Скоттсдилл и посмотри, что там происходит. Я думаю, ты будешь очень доволен результатами, очень доволен достигнутым прогрессом, особенно теперь, когда в зеркале заднего вида появился ковид. Так что надеюсь, тебе понравится каждый сегмент. Дай нам знать, что ты об этом думаешь. Мы всегда рады конструктивной критике, и, конечно же, твое мнение как акционеров имеет значение во всех отношениях. Еще раз спасибо тебе и наслаждайся сериалом. Продолжение следует...